Метод интервалов. Продолжаем решение неравенств методом интервалов. И на этом уроке мы решим простейшее дробно-рациональное неравенство. Оказывается, так же как и в случае умножения двух чисел. Вот например, а умножить на b, предположим, меньше нуля. Точно так же и при делении двух чисел, знак вот этого частного зависит от числителя и от знаменателя. Или можно сказать от делимого и делителя. Каким образом? То есть если делитель, например, положительное число, а делимое, предположим, тоже положительное, тогда положительное разделить на положительное будет положительным. Если оба отрицательны, при делении отрицательного и отрицательного будет тоже положительным. А если делитель и делимое имеют разные знаки, то есть плюс-минус, либо минус-плюс, то тогда дробь будет принимать отрицательные значения. Отсюда следует, что вот это неравенство вообще можно было бы заменить на произведение числителя и знаменателя. То есть 2х-1 на х плюс 3 меньше нуля. Действительно, эти два неравенства будут равносильны. То есть решением первого неравенства и решением второго неравенства будет одно и то же множество значений х. То есть эти два неравенства будут равносильными. Иногда добавляют, они будут равносильными там, где знаменатель не обращается в ноль. Ну это мы и так будем иметь ввиду при решении. Но переходить от дробно-рационального неравенства к обычному рациональному неравенству, то есть записывать частное в виде произведения, это делать не обязательно. То есть можно решать дробно-рациональное неравенство по той же схеме, что мы решали обыкновенное рациональное неравенство. То есть находить корни числителя и знаменателя, отмечать эти корни на числовой оси, делить этими корнями числовую ось на интервалы и расставлять знаки. То есть можно решать дробно-рациональное неравенство по той же самой схеме методом интервалов. Каким образом я сейчас это напомню? То есть на числовой оси отметим нулевые значения каждого из множителей. Ну в данном случае отдельно нулевые значения числителя, то есть делимого и знаменателя, то есть делителя. Приравняем числитель к нулю, найдем значение переменной х, при котором числитель обращается в ноль. И приравняем знаменатель к нулю, найдем там, где знаменатель обращается в ноль. Тогда у нас получается 2х-1, приравниваем к нулю, единицу переносим вправо и делим обе части на 2. Получается 0,2, то есть 0,5. То есть первый корень получился у нас 1,2. Второй корень, если мы приравняем знаменатель к нулю, получится минус 3. Поэтому минус 3 будет находиться левее, одна вторая правее. Отметим эти точки на числовой оси, причем мы их должны выколоть. Почему? Начнем с точки минус 3. На 0 делить нельзя, поэтому нулевое значение знаменателя мы должны исключить. А это значит точку минус 3 мы выкалываем. Теперь, что касается второго корня. Это одна вторая. То есть мы числитель приравняли к нулю, нашли значение переменной х, равное одной второй. Мы тоже должны выколоть эту точку на числовой оси. Почему? Потому что в случае, если числитель обращается в 0, у нас дробь будет равна нулю. А у нас по условию дробь должна быть строго меньше нуля. Вот если бы знак неравенства был не строгим, вот меньше либо равно нулю. Тогда бы мы точку 1, 2 закрасили. Тогда бы нулевое значение числителя нас бы устроило. Но так как у нас в данном неравенстве знак неравенства строгий, то точку 1, 2 нужно выколоть. А дальше происходит то же самое, что и в случае решения обыкновенных рациональных неравенств, когда у нас не было дробей. То есть мы этими точками делим числовую ось на, в данном случае, на 3 интервала и расставим знаки интервалов. Знаки интервалов будут чередоваться. Предположим, найдем сначала знак в крайнем правом интервале. Для этого возьмем какое-нибудь число из этого интервала. Например, число 100. Подставляем число 100 вместо переменной х в числителе, в знаменатель. Получаем в числителе будет 200 минус 1. То есть будет 199. То есть будет положительное число. То есть числитель будет положительным. И знаменатель 100 плюс 3 будет 103 тоже будет положительным. Если мы делим положительное на положительное, то в итоге будет положительное. А это значит в крайнем правом интервале будет знак плюс. Дальше знаки чередуются. Будет минус и затем опять плюс. Если кто-то хочет проверить себя, будут ли чередоваться знаки, можно также подставлять знаки из других интервалов. Например, вот здесь можно взять число 0. Оно находится между точкой 1, 2 и точкой минус 3. Подставляем 0 и определяем, что числитель будет отрицательным, знаменатель положительным. Значит отрицательное делим на положительное, будет отрицательное. Ну и так далее. То есть можно проверять каждый интервал отдельно, если кто-то сомневается. Ну и теперь нам нужно выбрать те значения, те интервалы, где выражение, то есть вот эта дробь принимает отрицательные значения. То есть знак минус. Это значит, что мы выбираем промежуток от 3 до 1, 2, причем концы интервала мы не включаем. Потому что, во-первых, на 0 делить нельзя, а во-вторых, 0 в числителе нас тоже не устраивает, потому что в этом случае дробь будет равна 0. А это значит, что в ответ в итоге, пишем ответ, в ответ мы запишем интервал. Х принадлежит интервалу от минус 3 до 1, 2 точки не включаем. Концы интервала мы не включаем, поэтому круглые скобки. Задача решена. Продолжение следует...